Пенсионеры советского района занялись спортом, благодаря президентскому гранту. Проект «Будь здоров и будь готов» представил на конкурсы и успешно защитил местный совет ветеранов войны и труда. Теперь бабушки и дедушки не сидят по домам, а без особых сложностей выполняют нормативы ГТО. Об этом в сюжете Евгении Самойловой. Песня «Будь здоров и будь готов»! Печня «Будь готов»! С песней и бодрым шагом от болезней и плохого настроения в путь вышли 90 пенсионеров из 8 поселений советского района Югры. Им всем далеко за 50, но настрой на победу как в молодости. Они готовы не просто попытаться сдать нормы ГТО, но и получить знаки отличия. Мне 65, скоро 66. Я хожу на йогу, на физкультуру, на танцы. Короче, мы везде участвуем. Поднимание туловища из положения лежа на спине – одно из испытаний комплекса ГТО. 61-летний пенсионер Василий Крамор в прошлом инженер монтажного управления справляется с заданиями 10-й ступени на раз-два. Спорт, спорт, спорт. Спорт нам помогает, мне кажется, во всем. Как-то настроение поднимается. Сидишь дома, тут общение с людьми, тем более помощь организму. Ну, в первую очередь, себя. Не жалей себя. Поэтому, если не будешь жалеть себя, тебе, конечно, воздастся. Так что, надо обязательно заниматься спортом. К сдаче норм ГТО пенсионеры готовились. Районный совет ветеранов написал проект «Будь здоров и будь готов» и нашел поддержку в фонде президентских грантов. 494 тысячи рублей направили на покупку спортивного инвентаря, мастер-классы и интенсивный курс здорового образа жизни для пожилых югорчан. По проекту у нас должно сдать не менее 50% из 90 человек, на которые мы заявились. Хотя у нас зарегистрировано и гораздо больше. Но человек 50 должны обязательно сдать на знаки. Сдадут? Сдадут. Проект долгосрочный. Отличники курса станут волонтерами в своих поселениях. Фронт работы большой. Пенсионеров в советском районе порядка 17 тысяч человек. Пожилым добровольцам предстоит на собственном примере показать, что добиться спортивных успехов можно в любом возрасте.